МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В крупнейшем вузе региона готовятся к старту приемной кампании. И улетели со второй попытки. В ночь на среду в Сургуте самолет авиакомпании ЮТЕЙР совершил аварийную посадку. Точно есть на 9, но хотели бы 170. Администрация гордо ждет рассмотрения заявки в правительстве ЮГРЫ на выделение денежного транша на ремонт дворов. Этот вопрос журналисты телеканала Сургут-24 обсудили с заместителем главы муниципалитета Алексеем Жердевым. Средств, которые сегодня заложены на благоустройство придомовых территорий, хватит только на 9 участков. Дело в том, что поменялись принципы финансирования государственной программы формирования комфортной городской среды. Раньше деньги, которые приходили из федерального бюджета, можно было тратить на ремонт дворов. Сейчас эти средства разрешено направлять только на общественные пространства. Сургут подготовил в округ заявку на 800 миллионов рублей. Этих денег хватило бы, чтобы благоустроить 170 придомовых территорий. Дворы, мы считаем, что это один из основных аспектов жизни города. И необходимо заниматься намного больше объемом, чем сейчас заложено городским бюджетом. Получили ответ, что буквально в ближайшие дни, недели, то есть май месяц, этот вопрос в округе будет рассмотрен. Впрочем, власти понимают, что отремонтировать 170 дворов за одно лето не получится. В 2019-м, в случае, если денежные транши из окружного бюджета одобрят, Сургут побьет рекорды по благоустройству и реконструированию больше 50 придомовых территорий. Как жители могут повлиять на формирование списка очередности на ремонт дворов? Куда перераспределили городские деньги, которые изначально предназначались на них? И кто будет заниматься благоустройством в этом сезоне? Полное интервью с заместителем главы Сургута смотрите в эти выходные в программе телевизионный обзор новостей с Дарьей Давыдовой. В Сургуте начался ремонт дорог. С 15 мая на 2,5 месяца заужена проезжая часть на участке Университетской от перекрестка с Энергетиков до пересечения с проспектом Ленина. Перекрыто движение машин на улице Сибирской, на участке от Рабочей до той же Университетской. В администрации предупреждают, что в часы пик возможны сдвиги в расписании общественного транспорта из-за пробок. Возможно, дольше придется ждать маршруты номер 10, 26, 33 и 96. Сургутская поликлиника номер 1 будет защищать честь Югры на Всероссийском форуме здравоохранения. Наше учреждение презентует в июне в Москве свою программу семидневной рабочей недели. ГП-1 будет представлено в секции «Здоровый человек». Сегодня начинает назревать федеральный тренд перехода работы первичного звена на выходные и праздничные дни. Наши специалисты сделали это давно. Такое решение было реакцией на запрос населения, которое в будни не может прийти к врачу. В субботу на работу в первой поликлинике выходят терапевты, педиатры, узкие специалисты, сотрудники диагностических отделений и дневного стационара. В воскресенье терапевты и педиатры. Такой режим труда позволяет перераспределить потоки пациентов и, например, дает возможность пройти медкомиссию всего за несколько часов. Очень удобно. Мы вот у меня трое детей, у меня средний ребенок пойдет в школу. Вот за субботу практически мы прошли всех специалистов, УЗИ прошли и весь комплекс медосмотра мы за один день прошли. Это очень удобно. Количество сотрудников, которые выходят на работу в выходные, регулируют исходя из данных по заболеваемости. Например, в эпицезон на смены могут заступать до 20 человек. Согласно данным поликлиники, в среднем в субботу медицинскую помощь получают около 1200 человек. В воскресенье 200 сургутян. Расскажут наши специалисты в Москве и о практике неотложной помощи. Раньше эта нагрузка лежала на плечах скорой помощи, однако в связи с ростом населения и застройка города фельдшерские бригады перестали справляться с потоком больных. По договоренности оказания неотложки, это приезд к пациенту в течение двух часов, передали поликлиникам муниципалитета. Они по такому принципу работают 7 дней в неделю. Мы взяли эту работу на себя поликлиники города Сургута, мы договорились со скорой медицинской помощью, и диспетчерский пункт, принимая звонки от пациентов, классифицирует их. Скорая помощь, неотложная, или это в принципе плановая помощь, такие звонки тоже, к сожалению, бывают. Соответственно, перенаправляет нашим диспетчерам, нашему колл-центру, перенаправляет эту информацию, и уже наша бригада неотложной помощи выезжает к пациентам. В Сургуте завершился первый этап противоклещевой обработки. Работы начались 9 мая. Специальным раствором с использованием препарата «Форсайт» опрыскали более 400 гектаров земли. Это почти 300 объектов. Каким территориям уделили особое внимание и когда начнется следующий этап, знает Юлия Плескачева. Бороться с проснувшимися после зимы клещами в Сургуте начали еще 9 мая. Пока город праздновал, специалисты обработали большинство территорий у образовательных учреждений. Всего в этом списке более 100 школ, детских садов и летних лагерей. С теми полномочиями, которые нам передал обрук, он передал финансирование. Ежегодно нам выделяются субсидии с округа. В этом году данная субсидия составила 3,158,000 рублей. Размер данной субсидии покрывает, ну хватает, так скажем, на все 100% площадей, которые мы заявили. Мы в 2018 году сделали перечень тех территорий, где необходима данная обработка. Роспотребнадзор в 2018 году нам утвердил данный перечень. Выделенные округом 3 миллиона предназначены не только для окорицидной обработки, но и для борьбы с комарами, мышами и крысами. Последними в среду обрабатывали территорию парка «Кедровый лог», лыжной базы «Снежинка» и несколько городских скверов. Для проведения работ на конкурсной основе выбрали сургутскую компанию «Спецбиотех». Она уже на протяжении последних трех лет является бессменным подрядчиком. При обработке производится опыление всех травянистых кустарниковых растений в рост до полутора метров, поскольку выше плеч не забирается. В том числе это и травянистый подстилок. Препарат относится к третьей группе опасности, то есть, соответственно, это умеренно опасный препарат. При контакте с кожными поверхностями не вызывает каких-либо раздражений из-за исключения дыхательных путей. То есть, если в виде аэрозоли в непосредственной близости окажется человек, может получить легкое расстройство дыхательных путей. То есть, это будет выражаться в виде чихания, небольшого кашля и так далее. За весь весенний-летний период обработку проведут три раза. Ей занимаются 8 человек и 5 единиц техники. После окончания каждого этапа осуществляется контроль эффективности. Для этих целей администрация города заключила договор с Сунигурским центром гигиены и эпидемиологии. 15 мая завершился первый этап окорицидных обработок. Следующий начнется не раньше, чем через 30 дней. Именно столько сохраняется действие препарата. Юлия Плескачева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Тем не менее, избавиться полностью от кровососущих невозможно. Единственный способ обезопасить себя тех болезней, которые они переносят, вовремя сделать прививку. Однако такая мера у сургутян не пользуется особой популярностью. В 2019-м от клещевого энцефалита поставили вакцины 52 тысячи человек. Врачи говорят, что пик обращений приходится на июнь. Но первые случаи укусов клещей зафиксировали уже в апреле. На сегодняшний день за медицинской помощью в Югре обратились 60 человек. Шесть из них сургутяне. Мы прививаем человека, заводим специальные документы. Клеща направляем в лабораторию на исследование, на предмет клещевого энцефалита. Человеку даем телефон. Через трое суток он может позвонить в лабораторию и узнать результат. Человеку на руки даем направление в его поликлинику. Если там имеется эпидемиолог, то к эпидемиологу. Если эпидемиолога нет, то к терапевту. И объясняем, как за собой наблюдать. Нужно мерить температуру. Значит, обращать внимание, не болит ли голова, не изменилось ли зрение. Откроется 20 июня. В Сургутском госуниверситете готовятся к приемной кампании. С каждым годом количество желающих поступить в ВУЗ увеличивается. Например, в 2018-м в приемной комиссии обработали 6,5 тысяч заявлений от абитуриентов. Поступили в итоге на очную и заочную формы больше полутора тысяч человек. Скорее всего, самыми востребованными в этом году останутся традиционные направления для высшего образования. Это юриспруденция, управление персоналом, медицинский институт. Впрочем, по дням открытых дверей, которые проходили в течение года, специалисты считают, что популярным в этом сезоне станет и политех. Техническое образование сегодня в тренде, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне. Будет заниматься Сургу и средним специальным образованием будущих медиков. К нам присоединился медицинский колледж. И в этом году приемная кампания в медицинский колледж будет как раз сосредоточена и в нашем университете. С точки зрения дислокации, здесь я немножечко пока затрудняюсь ответить. Это будет либо на прежнем месте, либо это будет у нас на главном корпусе. Это вопрос еще в фазе решения. Но, тем не менее, в любом случае абитуриенты не останутся без внимания и будут принести документы уже как в структуру Сургутского государственного университета. Общее количество бюджетных мест, которые будут открыты для абитуриентов, в этом году более тысячи. Конкретно по факультетам информацию можно уточнить в самом ВУЗе. Также, по словам специалистов Сургу, растет популярность университета у иногородних студентов. Им лучше подавать документы лично или сделать это могут родители. По некоторым направлениям высшего образования необходимо будет пройти творческий конкурс. Поэтому без визита в ВУЗ все же не обойтись. Впрочем, выпускники могут направить бумаги и дистанционно почтой. Здесь регламент ничем не отличается. Единственное, нужно понимать, что Почта России это немножечко запас времени, плюс 2-3 дня, потому что пока дойдут документы, пока они будут распределены между территориями. Поэтому здесь нужно учитывать, конечно, запас времени. А никаких преференций либо для наших жителей, либо для иногородних нет никаких. И здесь любые формы, любые основания, любые какие-то целевые группы, или это может быть участие в рамках особых квот, все у иногородних сохраняется. Изменения в налоговый кодекс. Многодетные семьи получат дополнительные преференции при начислении обязательных платежей за имущество. Речь о недвижимости. Так, на каждого ребенка семье с тремя детьми положен вычет в 15 квадратных метров от кадастровой стоимости всей площади квартиры. В дачном доме не будет облагаться налогом 21 квадрат. Кроме того, при формировании базы не будут учитываться и 600 квадратных метров приусадебного земельного участка. Еще одно изменение. В случае, если на тот или иной объект собственности его владельцу полагается полный вычет, то строка с таким имуществом из уведомления исчезнет. Оптимизирована теперь и сама форма документа. Форма налогового уведомления оптимизирована. Из нее будут исключены платежные документы. То есть теперь с уведомлением платежные документы люди на уплату налога не получат. Будут в самом уведомлении иметься информация, штрих-код и QR-код для оплаты налога. То есть уведомления содержать платежные документы не будут. В этом году жители Сургута получат письма из налоговой с уведомлениями о начисленных имущественных платежах уже летом. Сейчас в инспекции сводят воедино все данные. Те, кто подключился к личному кабинету на сайте налоговой, увидят счета там. Остальные, как обычно, найдут документы на оплату в почтовом ящике. Параллельно ведется работа по взысканию задолженности, которая образовалась у Сургутян по итогам прошлой кампании. По состоянию на 1 апреля задолженность составила 488 миллионов рублей. В том числе по налогу на имущество 90 миллионов, по транспортному налогу 370 миллионов и по земельному налогу 28 миллионов. С начала года от жителей города поступило более 100 миллионов рублей. Дотянулись до звезды. Сургутский танцевальный коллектив «Даймон» засветился в инстаграме у поп-дивы Мадонны. Талант наших ребят оценила по достоинству не только певица, но и итальянский модельер Стефана Габбана. Как сургутяне попали в сторис, расскажет Екатерина Любешева. О том, что до Голливуда рукой подать, до прошлой недели сургутский танцевальный коллектив «Даймонд» и не подозревал. Репетиции шли по графику. Между ними было немного времени расслабиться, записать видео для соцсетей. Но этот ролик ребята и руководители коллектива Елена и Юлия Гречко сняли целенаправленно. За творчеством Мадонны мы следим очень давно. И она запустила челлендж на свою новую песню. Мы почему-то с ребятами решили собраться и попробовать поучаствовать. Вдруг повезет. И все-таки получилось так, что она выложила, сама Мадонна выложила наш ролик два раза, дважды. Один раз со всеми коллективами, кто еще выставлялся. А буквально двое суток назад она выложила только наш коллектив. И целые сутки мы у нее в сторис были. Коллектив твердо решил, если Мадонна пригласит их сняться в клипе, то они обязательно примут предложение. А пока перед Даймондом стоит более земная задача. Достойно представить Сургут на корпоративном Газпромовском фестивале «Факел». Первый тур у нас состоялся в ноябре, который проходил в Екатеринбурге. Там мы стали вторыми лауреатами. И по итогам отправляемся на закрытый фестиваль, который будет проходить в Сочи в мае. Несмотря на то, что фестиваль корпоративный, скучно не будет, уверены в Даймонде. В номер внесли много изменений. У танца есть история, главный герой и сюжет. Мальчику снится волшебный сон про пиратов, где фигуры оживают. А затем и сон становится явью. Под занавес юные звезды уходят с танцпола под музыку. В коллективе горды, что еще много лет назад они придумали эту фишку, которую подхватили многие танцевальные ансамбли страны. Пока монтировался сюжет, ребята уже улетели в Сочи. Будет ли в их копилке очередной гран-при, узнаем 19 мая. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. В культурном центре Порт открылась коллективная выставка цифровой живописи Paint. Все работы созданы в одноименном старом добром графическом редакторе. Экспозиция объединила компьютерное творчество авторов более чем из 20 городов. Это Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Киров, Харьков, Сургут и другие. Организаторы хотели посмотреть, что получится, если художников, которые работают в разных жанрах и техниках, ограничить минимальными возможностями простейшего графического редактора. Выставка будет интересна как для молодежи для ознакомления, так и для старшего поколения поностальгировать. Посетить экспозицию можно до 9 июня. Идея создания возникла тогда, когда сотрудники культурного центра решили поехать в город Нижний Вартус посетить выставку «Человек-земля-космос». И вдохновившись работами Полины Кузиной, художницы из города Тюмень, решили создать некое коллективное, но уникальное творчество в стиле в этом графическом редакторе Paint. Экспозицию дополняют устаревшие компьютеры на базе Windows 95, за любой из которых гости могут присесть и порисовать. Массово это можно будет сделать на ночи музеев, которая пройдет в порту 18 мая с 7 до 11 вечера. Рисовать с помощью мышки довольно сложно, отмечают люди, впервые опробовавшие Paint. В субботней программе также большой шоу-концерт тяжелой, но веселой музыки от рок-группы «Мистер Лобстер», а после просмотр тематического видео. Анимация, арт, музыкальные клипы и рекламные ролики, выполненные в восьмибитной и пиксельной стилистике. Уровень стабильно растет. Спасатели Югры в ежедневном режиме мониторят паводковую обстановку. Сейчас ОПЕ в районе Сургута достигла отметки в 5,5 метров. Начиная с 1 мая воды прибавилось на 2 метра и 40 сантиметров. До критических уровней далеко, еще более 2 метров. При текущих темпах подъема АБИ угрозы затопления Сургута отсутствуют. Наиболее сложная ситуация с паводком складывается в Ханты-Мансийском районе у гидропоста Кышик в одноименном селе. Там реке Назым до критического уровня осталось преодолеть около полуметра. Самолет Boeing 737 авиакомпании «ЮТейр» в ночь на среду около полутора часов кружил над Сургутом. Лайнер следовал из нашего города в Самару. Однако в небе над Нефтьюганским районом на высоте 3000 метров произошла нештатная ситуация, которая потребовала вернуться в аэропорт вылета. Капитан развернул воздушное судно и, сделав 14 витков вокруг поселка в Тундрине и Высокий мыс, успешно посадил самолет в Сургуте. В пресс-службе перевозчика сообщили, что лайнер вернулся по техническим причинам и перед приземлением вырабатывал топливо. Никто не пострадал. Пассажиров в Самару доставил резервный Boeing. Завершит выпуск коммерческая информация. Оставайтесь с нами и вы всегда будете в центре события. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Создайте уютный дом вместе с нами. Качественные, комфортные диваны из Беларуси в Экспо-мебели. Представлен широкий ассортимент мебели. Приходите и выбирайте. Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55 00 55 55 00 55 Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Вся мебель в наличии. Евроофис. Улица Островского, 26. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ. На высшем уровне. Оформление залов подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 3355 00. Хотите привлекать мужчин? Сделайте сочные губы. Гармонизация внешности по всем канонам научной косметологии. Наполнение увлажнению губ, улучшение контуры формы, коррекция симметрии, устранение кесета. Заполнение любых морщин, носогубных складок, носослезной борозды. Результат – гармоничное свежее лицо без излишеств. Косметология будущего «Голдберг». 500-118. Купить собственную квартиру – значит ходить дома в том, в чем хочется вам. Купить собственную квартиру – значит включать свет там и тогда, когда хочется вам. Купить собственную квартиру – значит сделать такой ремонт, какой нравится вам. Купить квартиру в ЖК «Северное сияние» – значит купить комфортную квартиру, которая будет нравиться всем. Но жить в ней будете вы. Жилой комплекс «Северное сияние». Телефон отдела продаж в Сургуте. 39-0-2-0-2. Улица Есенина-2. Компания СИП «Промстрой». Добро пожаловать к себе домой. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть радиодача. И о погоде на 16 мая. Здравствуйте, в студии Диана Илдышбаева. В четверг большая часть Западной Сибири останется под влиянием относительно погожего, но пока еще прохладного антициклона при существенных суточных колебаниях температурного фона. Лишь к сходу дня с приближением циклона на западе региона начнут появляться поля облачности, возможные осадки. Ночью в Сургуте и окрестностях малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 м в секунду. Температура воздуха 0,5 м в секунду. Утром также малооблачно, осадков не ожидается. На столбиках термометров около ноля. Днем небольшая облачность, без осадков. Направление ветра юго-восточное 1,6 м в секунду. А воздух прогреется до 10 тепла. В магазинах «Домашний погребок» большое поступление жировых и электрических самоваров. Более 50 видов дистилляторов, от простых до современных. Подстаканники, бочки, огромный выбор дрожжей и ароматизаторов для приготовления праздничных напитков. «Домашний погребок». Торговые центры «Агора» и «Богатырь». Ищите подарок? Сертификат от магазина «Домашний погребок» – удачное решение. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм ступного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин